Решают сейчас в правительстве проблемы повышения безопасности на автомобильных дорогах. Теперь каждый автобус с детьми обязательно будут сопровождать и экипажи ДПС. Нововведение начнет действовать уже в ближайшие дни, так как школьники начинают ездить на новогодние елки. Распоряжение приняло Министерство образования региона после страшной трагедии в Югре. Сегодня там прощаются с 10 детьми, погибшими в ДТП в выходные. Ксения Кузнецова продолжит тему. В зале спортивного центра Нефтьюганска сотни людей, плачут все, даже мужчины. Здесь прощаются с 10 погибшими в ДТП детьми. На улице огромная очередь, вереница тянется часами, а народ все не убывает. Сквозь слезы пришедшие сюда переговариваются. Трагедия коснулась почти каждого жителя статысячного города. Очень страдаем, переживаем, конечно, сожалеем очень, что такие ребятки погибли. Конечно же, и родители хотим поддержать, чтобы где-то нашли силы, Бог дал силы им, чтобы выдержать это горе. Невосполнимое, конечно же. Страшная авария произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмени. Автобус, в котором команда акробатов возвращалась с соревнований, потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в две фуры. Эти кадры сняли сотрудники МЧС. На них видно, автобус превратился в бесформенный кусок металла. Рядом разбросаны куртки, рюкзаки, вещи спавших в салоне детей. Накануне в Ханты-Мансийском округе бушевала непогода, поэтому, по основной версии исследователей, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и случайно задел встречный большой груз. Автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком. Ранения и травмы получили 34 человека, 10 детей и двое взрослых скончались. Куда они посмотришь, все ходят, ревут просто, все просто ходят, оплачут. И директор даже в таком состоянии у нас. Уже известно, рейсовый автобус ехал без сопровождения ГИБДД. Чтобы подобное не повторялось и в нашем регионе, Борис Дубровский поручил Минобру и всем главам муниципалитетов усилить контроль над перевозками детей. Первые проверки уже начались в Латаусте, в канун школьных каникул. В городе есть два микроавтобуса ФИА для поездок на дальние расстояния. Они оснащены тахографом и системой ГЛОНАСС. Это не позволит на трассе развить скорость более 70 км в час и в случае необходимости система подаст сигнал СОС. Проверяю постоянно исправность автомобиля перед выездом. Механик осматриваю. Сейчас экипаж ГИБДД сопровождает только колонны автобусов с детьми, когда их трое и более. Для этого школа или детский сад подают заявку. Теперь Министерство образования рекомендует ездить в кортежи с автоинспекторами каждому автобусу с детьми, даже если он один. Чиновники объясняют, в декабре и январе перевозки школьников по региону станут массовыми. Дети из области будут приезжать на елки, спектакли, экскурсии в Челябинск. Следить за тем, как перевозят детей, должны сами родители. Я думаю, что можно сказать об этом директору школы, ну а если не будет той отдачи, на которую ребенок рассчитывает, можно проговорить об этом. Не обязательно жаловаться, просто поговорить на этот факт, акцентировать внимание в управлении образования или в Министерстве образования и науки Челябинской области. А в Югре тем временем задержаны водители автобуса и грузовика, перевозчик, а также директор спортивного клуба, где занимались дети. Возбуждены уголовные дела. Ксения Кузнецова, Евгений Януров, Вадим Потапов и Игорь Гбадулин. ОТВ. Прессодействитель компании «Ермак».